Сейчас вновь к терактам в Стамбуле. Эти атаки обсудим с востоковедом, советником директора Российского института стратегических исследований Еленой Супониной. Она на прямой связи с нами по телефону. Елена Владимировна, здравствуйте. И первый вопрос. На ваш взгляд, кто мог стоять за терактом в аэропорту Стамбула? ИГИЛ это курды? Кто? Добрый день. В данном случае нет оснований не довелять сообщениям официальных властей Турции, которые предполагают в этом теракте след террористической группировки Даиши, известной также как ИГИЛ курды. Очень редко, а почти никогда не нападают на мирных граждан, на мирные объекты. Да, жертвы бывают среди мирного населения и в результате нападений курдских радикалов. Но в качестве основных мишеней они, мирных граждан, не выбирают, а выбирают военные объекты. Так что, если рассматривать, кто стал целью нападений, изучить стиль проведения операции, это применение смертников, и также вспомнить о том, что группировка Даиш в последние годы регулярно совершает нападения с применением смертников на стратегически важные объекты. Это было и в Бельгии 22 марта, когда атаки были совершены против мирных граждан в аэропорту и в метро. И атаки парижские также 13 ноября 2015 года, когда сразу в нескольких районах французской столицы были совершены нападения с применением и с участием смертников. Почерк очень похож, и, скорее всего, это та самая ИГИЛ, или, как ее чаще называют специалисты, Даиш. Елена Владимировна, а как вам кажется, не связаны ли эти атаки с недавними извинениями Эрдогана по части сбитого самолета? Я видела заявление некоторых российских политиков о том, что таким образом смертники пытаются помешать российско-турецкому сближению, но, на мой взгляд, террористы из Даиш не мыслят так глубоко и стратегически точно, чтобы приурочивать свои нападения к тем извинениям, которые прозвучали со стороны Эрдогана в адрес России. К тому же операция такого рода, несмотря на то, что при наличии смертников это сделать, наверное, не так уж и сложно, но в любом случае операция такого рода требует подготовки, и так быстро отреагировать эта организация не могла бы. Нет, у них есть свои внутренние причины, связанные и с частым приурочиванием терактов к летнему периоду, когда террористы из Даиш считают, что они отмечают несколько своих праздников, связанных с созданием организации, с объявлением халифата и так далее. Ну и просто основная цель это запугать мировое сообщество, показать, что якобы группировка не падает духом, но на самом деле, как раз наоборот, эти теракты свидетельствуют о том, что террористы из этой группировки не знают, что делать, пытаются вынести свою деятельность за пределы Ирака и Сирии, где им приходится в последнее время туго, в том числе и из-за того, что в Сирии активно очень проводят антитеррористическую кампанию Россия. А как вам кажется, в связи с этими факторами, которые вы перечислили, как теперь Анкара будет выстраивать свои взаимоотношения с той же самой Джабхат Ан-Нуссра, которая действует на территории Сирии? Турции пора пересматривать свою сирийскую политику. Эта политика не привела Турцию к успехам. Если уж говорить о реальном сближении между Турцией и Россией, то бесспорно Турция должна не только принести извинения и наладить экономическое сотрудничество, но и Турция должна понять, что продолжение нынешней политики в адрес Сирии и будет иметь следствием вот такие вот теракты, в результате которых гибнут и турецкие граждане. Упомянута террористическая группировка Джабхат Ан-Нуссра в приводе в фронт поддержки. Она также запрещена во всех цивилизованных странах мира. Она входит и в черные списки организаций объединенных наций. Это террористы, они имеют контакты с той же ДАИШ, да, иногда они ссорятся друг с другом, даже вступают в боевые действия. Это типично для радикалов всех мастей. Но, что называется, они по одну сторону окопов. Это та сторона, против которой надо продолжать наносить ракетно-бомбовые удары. Елена Владимировна, благодарю вас. Напомню, на прямой связи с нашей студией была востоковед, советник, директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.